Честно говоря, филеров на сбор сетов просто пруд пруди, но сегодняшний гость на столе очень интересно выделяется на общем фоне своим оформлением. Всем привет, меня зовут Артём, это канал Beaver Games, и на обзоре у меня сегодня небольшая коробочка с незамысловатым названием «Кубички» в локализации издательства Evricus, в которой от 2 до 5 игроков смогут посоревноваться в создании стай из кубиковых птиц. Да, довольно странные зверьки, и походу иллюстратор игры Кристиан Дер Нидерланден ночами любил зависать в Майнкрафт. Кстати, отдельное спасибо за такое название игры «Кубички». Хорошо соединили, лучше чем кутички или птибики, но походу мы немножко ушли в сторону, давайте уже посмотрим, как идёт сама игра. Поехали! Вся игра у нас состоит из одной колоды карт-кубичек, которых у нас здесь целых 8 различных типов. Перед началом партии необходимо выложить вот так вот 12 карт в 4 ряда, по 3 карты в каждой из них, так, чтобы в каждом ряду было 3 абсолютно разных птички. Также каждый из игроков получает по 8 карт на свою стартовую руку и ещё по одной карте свою собственную коллекцию. Вся игра идёт до момента, пока одному из игроков не удастся собрать либо 7 разных птичек-кубичек в своей коллекции, либо же по 3 карты двух различных типов, и тогда он и станет победителем. Ну а в свой ход игрок делает довольно простые вещи. Первое, у него есть обязательное действие, он должен разыграть карты со своей руки и выложить их в один из данных рядов. Причём игрок должен выбрать все карты одного типа и выложить их в один из рядов слева, либо же справа. Если же игрок выкладывает карты таким образом, что в данном ряду у нас нет таких птичек-кубичек, то тогда он просто берёт две верхние карты из верха колоды. Ну а если же такие птички, к примеру, здесь есть, то тогда происходит магия. Игрок забирает все карты, которые лежат между теми картами, что игрок только что выложил, и такой же птичкой в этом ряду. То есть, соответственно, эти две карты. Игрок забирает их себе на руку, а эти все смещаются, создавая один цельный ряд. После этого необходимо добавить в ряд карты, если здесь оказалась всего одна птичка-кубичка, то есть один тип. Мы добавляем их до тех пор, пока здесь не окажется новый вид. Вот так вот. Ну и это было обязательное действие. А второе действие — это возможное действие. Игрок может, если хочет, создать стаю. Для этого необходимо посмотреть верхний правый угол наших карт-кубичек. На них указываются у нас две цифры. Левая обозначает размер малой стаи, а правый — размер большой стаи. Когда игрок выбирает нужное количество карт в соответствии с малой, либо большой стаей, он выкладывает их перед собой. Если же разыграна малая стая, игрок забирает одну карту из тех, что он разыграл, и кладет их в свою коллекцию. Но если же большая, то целых две карты. Но остальные карты у нас уходят в сброс. Если случается так, что по ходу партии игрок, разыграв себе какую-то из стай, полностью избавляется от всех карт на руках, то тогда у нас раунд завершается, и все остальные игроки за столом также должны сбросить все свои карты с рук в отбой. И набрать новых восемь карт себе на руку. И таким образом игра у нас происходит до момента, пока одному из игроков, как я уже говорил, не удастся собрать либо семь разных кубичек в своей коллекции, либо же по три штуки двух разных видов. Он и становится победителем. Отличный филер — эти вот кубички. Для меня он очень хорошо занимает нишу для четырех-пяти игроков, потому что для дуэльки, в принципе, есть множество других вариантов, а вот для мини-толпы, скажем так, это очень хорошо. Да, понятное дело, что играя в большем составе, как-то проконтролировать, что будет у тебя на столе после твоего хода довольно сложно, ведь каждый ход добавляется новая карта в ряды, и это тебе не корова 0.06, где каждая карта с определенной цифрой, и этим ты можешь контролировать ситуацию здесь, все намного шире. Поэтому ты просто всегда стараешься выжимать максимум из сложившейся ситуации. Конечно, под конец собирания победной комбинации уже многие начинают стараться не давать тебе нужных птичек, и забирая их из-под носа. Но, сами понимаете, что здесь слишком много «но», так что не все так просто на деле, как звучит. Честно, кубички показали себя как очень достойный филлер, так что я могу без зазрения совести вам его рекомендовать. Особо говорить здесь нечего, вы сами все прекрасно видели, так что если вам понравился такой вид сбора сетов, обратите внимание на кубички. На этом все про данную игру. Если вам было интересно меня послушать, а еще больше, если это видео было для вас полезным, ставим лайк, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Все как всегда. Любите настолки и играйте в них. На с вами был сегодня Артем и канал Beaver Games. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok